На детскую площадку мама Миры с малышкой выходят не так давно. Игровую зону девочка осваивает пока сидя. Когда пойдет сама здесь, возможно, и гулять-то будет негде. Недавно жители узнали, что площадка подлежит сносу, так как стоит на территории госочреждения. Я не представляю, здесь закрытись ли площадку. Вот, посмотрите, все, машины припаркованы, невозможно даже перейти дорогу, не то что ребенку где-то поиграть. Люди годами оплачивали ее содержание, обновляли фигуры. Небольшую игровую зону на две сотни квартир берегли как могли. И не придавали значения тому, что площадка тесно граничит со зданием поликлиники, которую построили в 90-е годы. Ходили к нам люди, которые из администрации, и просили подписать, что согласны ли мы на строительство поликлиники детской. Но все были против. Они нашу площадь, землю домовую забрали под поликлинику. И сейчас еще и хотят эту площадку лишить детей. По словам жильцов, площадку сдавали вместе с объектом здравоохранения. И она никогда не пустовала. Малыши ожидали здесь приема, пожилые жильцы отдыхали на скамейках, местная детвора резвилась. Пару лет назад один ребенок получил здесь травму, рассказывает главврач поликлиники Алексей Бракаренко. И когда к нему обратились с требованием отремонтировать фигуру, он и узнал, что площадка в его видении. По словам главврача, игровую зону здесь самовольно создала управляющая компания. А теперь поликлинике грозит штраф за то, что на их территории играют дети. Согласно правилам землепользования и застройки Заринска, указанный земельный участок расположен в территориальной зоне объектов здравоохранения, основным видом использования в которой является только вид разрешенного использования здравоохранения. Правда, что не входит в понятие разрешенного использования, не поясняют. Более того, самоочреждение не против расположения здесь детской площадки. Главврач говорит, в медицинских целях участок бесполезен, поэтому предписанный снос игровой зоны попросту оттягивают. Чтобы отобрать у детей площадку и разрушить там все, никто этого не хочет. Ни глава города, ни главный врач, ни министр здравоохранения. Но мы сейчас совместно с главой города Терешкиным Иваном Ивановичем написали документ, передали в Минздрав. Минздрав сейчас согласует, передает в Минное имущество и, видимо, все закончится нежеланием участка и передать части Ремли в муниципалитет. В случае положительного исхода площадку сохранят с жильцами. Правда, на это решение уйдет немало времени. Еще целый год может занять передача земли. Анастасия Дороган, Александр Антропов. Наши новости.